В Самарском доме актёра состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Самарская театральная муза». Ежегодно в нём участвуют профессиональные театры региона. Конкурс проводится в 29-й раз, награждения проводились в 11 номинациях. На протяжении нескольких месяцев жюри просматривали спектакли. Каждый год в состав жюри входят разные эксперты, лауреаты определяются тайным голосованием. В Самарском драмтеатре прошла встреча актёров с амбассадорами Пушкинской карты. По итогам 23-го года Самарский академический театр драмы имени Горького стал бесспорным лидером по реализации программы «Пушкинская карта» в регионе, как по количеству мероприятий, так и по числу посещений. Так, в прошлом году провели 193 спектакля, которые посетило рекордное число обладателей карты – 26 282 человека. Такой успех театр связывает с активностью амбассадоров программы. Они бесплатно посещают постановки и творческие встречи, затем делают посты в своих социальных сетях. Из-за гололёда и мокрого снега в Самарской области объявили жёлтый уровень опасности. По данным Приволжского ГМС, во вторник, 26 марта, в области на дорогах ожидается гололёд. Днём будут сильные осадки, видимо, кровоснега и дождя. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Депутаты Самарской губернской думы проголосовали за назначение на должности вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина. В Смышляевке продолжают строить поликлинику на 1062 посещения в смену. В здании будут детское отделение, женская консультация, лечебно-профилактическое отделение и рентгенологический блок с кабинетами КТ и МРТ. Также предусмотрено отделение функциональной диагностики, стоматологии, эндоскопии, физиотерапии, дневного стационара, клиника диагностической лаборатории. Для разделения потоков пациентов по проекту запланированы разные входы, адаптированные для приёма маломобильных пациентов. Учреждения оснастят самым современным оборудованием для обеспечения оказания качественной медицинской помощи. В Самарскую область приехали около 500 детей из Белгородской области. Более половины из них в возрасте от 8 до 10 лет. Всех разместили на базе одного из детских центров. Ребятам создали все необходимые условия. Также для них организуют досуг и учебный процесс. Дмитрий Азаров пообщался с детьми и проверил условия их размещения. Он отметил, что будет сделано всё, чтобы юным гостям понравилось в Самарской области. Они пробудут в регионе три недели, но в случае необходимости останутся до конца учебного года. Сверхсильные геомагнитные бури, которая обрушилась на Самарскую область 25 марта в результате вспышки на Солнце, стихнет 28-29 марта. Об этом сообщили учёные Института космических исследований Российской академии наук. Так как это случилось на линии Солнца-Земля, учёные ожидали, что воздействие плазменного облака на планету станет внушительным. Однако магнитное поле выброса плазмы изменило своё направление и перестало оказывать на поверхность Земли такое сильное влияние.